привет всем ребятки доброе утро страна так машу не отправила поснимать не разрешили и отправлять подростков первый раз в командировку хотела сказать страшная штука ой мама я сама повезу чемодан ой мама не горит машинка давай домой пойду нет проведи меня чуть-чуть провела чуть-чуть провела до школы провела потом не сказали разворачиваться идти домой поехали погода правда не очень нас передали бурю опять закопа нам тоже что-то там еще дождя такое мы смотрели часа 9 часам и я прошла вас для на работу машинка вернется через три дня лушка на работе бабушка на хозяйстве все на работе остальные на работе маша в отпуске на заслужила отпуск заслужила эту экскурсию ребятки микрофон где-то уехал ветер растрепал всю мою прическу и так старалась я взяла зонтик с собой так нам надо переходить дорогу дорогу перешли дальше поговорим еще немножко с вами ребятки просила машинку очень просила поснимать и переслать маме чтоб мама могла показать своим подписчикам закапана смотрим как сложится но я вам хочу сказать ребятам я вам там нами мы тоже поедем андрюша 18 июня день вращения поедем они в заканпаны поедем на три дня сняли номер в отеле отдыха так у нас будет маленький выпуск без отпуска полтора года так что 16 ждите я англюшенька машенька будем ехать на трехдневный отдых как раз будет праздник божье тело у нас будет выходной в четверг мы в четверг выезжаем возвращаемся в воскресенье четвертый пятница 16-го девятнадцатая ночь три дня читаем но вот она считала как он ничего еще не считала вчера целый день проездили потом паковала маша чемодан супер в бегах все такая занятая заняты сегодня знаете вот бывает такое состояние дома стоишь больше чем на работе выходные пролетают как один день как полдня вот еще с машинкой там докупали потом воскресенье ездили в катавице за билетом с устром андрюшиным мянецем увидели только леночку сонечку привет девочки вам всем большой большой привет и светочки и женечки уже не было там по делам ездила светочка работала ну вот леночка наша едет 18 числа и бабушка вместе с ней потому что ну конечно хочется одну бабушку отпускать нам страшновато так она будет со своей племянницей им будет легче вдвоем правильно вдвоем у нас это и батька лучше будет так что ой ребят знаете дома лучше всего по крайней мере тем кто приехал сюда вот да спасаясь от войны я уже привыкла мне уже тут как дома все хотят домой я это уже сто раз говорила ребят повторяюсь так что ребятки я еще подзапишу там подопишу что-нибудь вам запишу с домашнего видео что-нибудь что вот на работе вот это кстати про олененка это я снимала с работы в окне увидела два окошка такие на первом этаже а напротив автобусный парк и забежал там где-то пролез этот олененочек маленький я говорю мне смотри ой там вышел мужчина видно его выгнать хотел вот это он совсем мог мне так жалко страшно мир мне рассказал значит так построили автомагистрали вот эти дороги большие по звериным тропам понимаете и они не понимают как обойти мазки построили специальные но звери не понимают очень часто тут очень много косуль много вот этих оленят как они их называют и естественно сбивают за это штраф положено доехать аккуратно досмотреть везде знаки предупреждающие но тем не менее случаи бывают белок сбивают или сбивают видны зверятки прогрессом замучил надеюсь сегодня такого потопа не будет как бы ну правда я была в это время на работе а потом и назад с виталиком уже дождь заканчивался у него был зонтик спокойно нормально дошли но мы наверху живем вода затопила нижнюю часть города старый город люди которые приехали в карусель там да и машины стояли у них тут автостоянка столько воды налило алла моя сидела ждала в карусели пока вода сойдет хотя это можно было попрыгать немножко и сразу наверх подняться ну она погуляла по магазинам много магазин заглядывала походила по рассматривал что подбирала обувь какую-то померила спокойно все время потом из них вот пошли на какие-то такие из сеточки как кроссовочки без шнурков не знаю как они называются кроссовки без шнурков все четыре такие удобные путинка позву там уже моя работа на путь хорошо ребятки встретимся позже еще раз привет мои хорошие сегодня уже четверг утро четверга утра ранее мы сегодня выезжаем 12 с 12 минут заселения мы едем выбранная тоже город только поближе здесь нам там 40 минут или час езды на машине ребятки вот такое видео понимаете по кусочку по кусочку день через день записывал сейчас буду красить волосы потому что видите что уже хорошая вот эта красочка которая покупала этом показывала часами не со мной я уже отнесла так ребятки что я хотела сказать я крашу только корни красочка хорошая густая покрашу делаю масочку потом нанесу витаминчики высушу волосы и выровняю и надо думать что он не будет за меня стыдно я одну минутку одну минутку сейчас 8 утра выезжаем 12 не прощаюсь ребят оставайтесь со мной и потому что выехали заселение у нас 12 сейчас половина первого не ровно же 12 когда мы собрались вчера тоже уставшие я сегодня и красилась вещи складывала переглаживали все потому что машинка наша из поездки в поездку перестирать все перекладить сложить вещи и андрюшину и машинкина я такая довольная ребята такая счастливая порадуйтесь за меня пожалуйста вот машинка мне привезла закопанный свинерчик такой папе зажигал магнит на холодильник еще такую штучку надо прицепить в машину что-то такое перебросы для машинка машина отдыхает она конечно вчера приехала уставшая они три дня ходили столько там километров намотали приехали в дождь и очень понравилось в восторге просто машина приросла для папы в восторге в восторге едем мы бренд тоже там тут горы но я думаю что может не такие высокие в общем мы все увидим ребята оставайтесь со мной перейти много интересного я покажу наши апартаменты скажу цены расскажу что сколько стоит да все буду рассказывать наш палаточный городок Андрей Шакрой погодка замечательная солнышко надеюсь нам повезет с погодой это наш первый отпуск с восемнадцатого года последний раз мы были в отпуске так что именно в отпуске ездили в город Герой Пердянск мы были на Азовском море на как это называлось место где мы были на Дальней Косимополе на Дальней Косимополе с одной стороны было открытое море а с другой русский не выучила вернее польский не выучила русский забыла а с другой как вот это мелкородик Коса да? Коса баланса ну на Косим не какая-то что а с другой стороны что там было заповедник залив мелко очень нужно было идти 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 до горизонта и было мелко прекрасно мы тогда отдохнули конечно вообще рыбы море креветок море мы вместе собирали правда так ни разу не приготовили там соседка готовила ну на любителя что сказать я из морепродуктов я люблю креветки и таранку ну и рыбу конечно бычки кормилица очень вкусные у нас хозяева ловили у них была лодка они сами ловили рыбу хозяин сыном или так и они продавали нам свежепой мотор рыбу жарили очень замечательно было ой Азовское море самое мелкое самое теплое а самое полезное для здоровья море это я вчера зашла почитала это черное море для здоровья самое полезное вот именно что и для кожи и для волос и для дыхания самое сбалансированное такое сочетание йода кальция и всего остального в общем ребята отпуск отпуск на 3 дня у меня какое счастье какое счастье какое счастье оставайтесь со мной пожалуйста ребята впереди много интересного это видео я выкрою сейчас я надеюсь что там будет вай фай сейчас выложу а следующий я уже буду записывать уже с бренда едем 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 уже еще не слишком не слишком пошли немного по крайней мере пробок нет сегодня праздник большой сегодня костельный праздник в Божьей Тел службы идут в костеле потом ну по нашему быту у нас в воскресный год вот несут такую знаете на что это похоже на золоченый кубок такой а в середине кружочек и там обладка символизирующая Божье Тело вот и несут по трем алтарям ну это как мне так объяснили и люди идут значит вот 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 не хватает словарного по сути все скажем так да ну я уже буду говорить как есть там я не знаю может ну кардиналов вряд ли ну в общем вы поняли да кто-то там из высшей иерархии костельная и под балдахином такие четверо человек несут балдахин тем кто несет этот собственно эту штуку эту вот и дальше уже церковные служащие а потом уже как обычные люди идут ну вот такая процессия вот день день вот праздник этот потом у нас у нас работает наша фирма работает некоторые фирмы дают выходной пятницу чтобы люди отдохнули четыре дня ну это у кого как это уже на усмотрение хозяева фирмы или кто-то завода фабрик все это обговаривается заранее такое место красивое проезжали а теперь ну давайте там посмотрим ребята я говорю как знаю понимаете если что если что-то не так не надо обижаться просто поправляете меня и знаю это я мало немножко ну облачка есть двадцать пять в тени двадцать пять двадцать семь у нас показывает ну показывает двадцать семь градусов Цельсия суки какие то что то такое ни в какой хоть местности мы находимся Андрюшенко В сторону висла мы едем в сторону висла мы едем микрофончик к себе поближе потому что кондиционер в машине работает угол такой сейчас пересмотрела то что записала угудит кукуруска очень много маков по обочинам вот так вот красиво вот сейчас мы уже проекут пруд есть краска в парке черный пруд там внутри живут видели фазачика перебегал дорогу нам фазачик самочка мишонечка уже засыпает привезла себе закопан такого кота как валик под голову мягенький назвала адам назвал может его будет звать котлет а у нас не у меня ваша взяла всех любших своих зверят и кошку и кота мы кошельники янца стал сыглом а на хозяйстве бабушка луська бабушку нашу андрюша отвезет 18 в катовице посадит там на поезд или ночку посадят и не поедут обши мысли оттуда уже пересядут на львовский поезд самолётик хотела закончить я буду вам покажу вам окрестность горы горы впереди я была в горах в ялте до сих пор помню этот мой бешеный восторг когда я звоню андрюша там работал с кумом артемчик привет тебе си ты меня смотришь и мы из симферополя ехали автобусом до ялты с кумой с оленькой оленька ироничка вам тоже привет едем поднимаемся выше в горы в горы в горы я звоню андрюше говорю андрюша я ниже облаку такая впадинка море между горами и мы по вот этой горе взбираемся автобусом и получается что облака ниже чем это был ой необыкновенно это был самый лучший отпуск маша была еще маленькая поехала соседа в деревню это был апрель конец апреля и солнце мы обгорели так скуму облазили по всем достопримечательностям были в воронцовском дворец на теплоходе катались и по дому поехали с ней в айвазовская платить там можно было на целый день ваш такой билетик было пляж шезлонги и там такой парк замечательные столько там красиво стервозно мы ходили ходили и сгорели это был конец апреля это было солнце крымская полезные проболи мы там 10 дней по моему так дергаемся да так вот насчет город я видела первый раз горы это был тринадцатый год на следующий год уже аннексия крыма можно было конечно ехать получилось у нас я на сих пор очень хочу поехать ну если другого то не видел участвую вижу татры может захочет татра опять поехать я вам скажу так все детство я провела в бердянске моё единственное море было азовская и как-то черного мне не очень хотелось когда я поехала уже в ялту я увидела черное море особенно в айвазовском оно мне было знаете очень большое мне даже создалось такое впечатление знаете не клоустрофобия это боязнь закрытого пространства а у меня была боязнь открытого пространства там такая обзорная площадка это огромное неуместимое никуда море эти высоченные сосны это все такое большое море чёрное хотя и было солнце море было холодное очень это был для меня шок я так себя почувствовала такой песчиночка и что это все такое чужое такое большое не знаю чтобы со мной было если я увидела северный льда витеке у лошадки смотрите лошадки машенька спит она у нас в детство лошадей любит мы ездили с ней в зоопарк маленькая была водика 2 наверно и было с половиной и она мы покатали на пони арабелла как сейчас помню звали пони она так хорошо сидит в нем спинка пряменькая и потом уж как мы только ездили все на лошадку последняя уже лошадка была взрослая уже не пони в деле мы думали по-моему с 12 лет у нас можно отдавать в школу конного спорта я забыла как называется в липцах по моему у нас есть такая школа недалеко там электричка может быть 15-20 варька а ну за тиркачами там там где ветеринарный институт вот там где-то я забыла по-моему липца называется то ли за тиркачами то ли перед тиркачами только информации в голове ребята за последнее время столько информации что забываешь те вещи которые помню не вмещается все голове а 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 Продолжение следует...